Жизнь военно-морского флота отдельными эпизодами и экспонатами здесь, в Маяковке. Восемь лет назад члены общественной организации ветеранов ВМФ открыли музей. Каждый принес сюда часть своей истории – личные вещи, обмундирование, боеприпасы, снаряжение и атрибутику. Самый ценный экспонат нашего музея – это мундир Федора Федоровича Ушакова, ныне православленного в лике святых. Провести экскурсию для Юрия дело несложное. Знает все музейные уголки. На службу он поступил в 1968 году. С тех пор он был автопилотчиком крылатых ракет в подводной лодке Краснознаменного Северного флота. Ветеран убежден, чтобы служить в море, нужно знать все детали своего судна. Там должен уметь все. И пластырь поставить, и струбцины поставить, и муфты затянуть. Абсолютно знать все. Устройство подводной лодки у нас было на первом месте. Кажется, что работники музея знают все об истории российского военно-морского флота. В их памяти множество событий, которые они пережили за время службы. А в глазах – тоска по морю. Буксер-спасатель, на котором я печальную участь была, курс поднимали. Вы слышали, когда появило 118 человек. Вот я участвовал в подъеме, и потом перевод его в док для утилизации. Моряки часто собираются в музей, чтобы сделать перестановку, провести экскурсии и просто поговорить друг с другом. Кто-то приходит целыми семьями. Роза Павловна и Валерий Сергеевич познакомились во время службы на Дальнем Востоке. Мужчина попал на судоремонтный завод, где работала Роза Павловна. С тех пор прошло уже 56 лет. Годы в военно-морском флоте пара вспоминает с особым трепетом. Мы же принимали участие в строительстве всех типов атомных подводных лодок, которые в то время в Союзе строились. На всех мы были. Моря в Сарове нет, зато есть музеи и десятки ветеранов флота, которые всегда рады поделиться знаниями и воспоминаниями. Посмотреть, подержать в руках и примерить уникальные экспонаты могут все желающие. По предварительной записи. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.